О газе и пенсиях, о селе и законах, о реформах и экономике. Кандидаты в депутаты колесят по городам и весям. Кто где сегодня? Выборы. Смотрите, думайте и выбирайте. Оппозиционер Юрий Бойко в Невропетровске на Днепр Облэнерго говорит о газе и о зиме, которую как-то нужно пережить. Критикует правительство, мол, не тем занимаются, у них все выборы в голове, а пора подумать, чем обогревать дома через месяц. И рассказывает о реформах, которые оппозиция будет инициировать первыми. Мы уже внесли в проект решение Верховную Раду об отмене пенсионной реформы и о индексации пенсии до уровня падения национальной валюты гривны для того, чтобы как-то поддержать пенсионеров. И мы эту задачу решим. Юлия Тимошенко во Львове встречалась с лидер Батькищины, с председателями сельсоветов. Пыталась понять, что для них сделать в новом парламенте. Сошлись на реформе для села. Когда у каждого села и селища будет, по-перше, свой собственный бюджет. Когда в бюджете будут остаться практически все податки, которые собираются на местном уровне. Власне, то, что даст селам развитие, а не полный занепад, как сейчас предлагается. Заступ не только о селе говорил, но и яблони сажал в Тернопольской области. Потом пошли смотреть, как строят спортплощадку, оттуда на форум обсуждать дела насущные. Чтобы не только повновления перешли с сельским радом, но и финансовые ресурсы. Чтобы сельская рада заработала, сама вытрачала и не стала ответственной за то, куда она держит деньги. Сергей Тикивко и сильная Украина в Днепропетровске на заводе. Гаврила ВВП прогнозирует падение на 10%. И если правительство услышит его, то вот что нужно делать. Начинать необходимо с того, чтобы в рамках ВТО закрыть максимально свой рынок. За счет этого, если мы только получим 50% замещения импорта, мы можем на 25% увеличить свой ВВП. Еще один лидер сильной Украины Валерий Хорошковский говорит о беженцах. Просит раду подумать о них. Из Крыма и Донбасса перселенцев уже 800 тысяч. Закон иллюстрации вступил в силу. Анатолий Гриценко говорит, гражданская оппозиция уже знает о чиновниках, которые пытаются избежать чисток. Продал авто и увидел его в АТО. Радикал Олег Ляшко поехал в Мариуполь с помощью бойцам. Увидел там в прошлом свой, а теперь камуфляжный рейндж-ровер в батальоне Святая Мария. Два недели назад я продал свою машину, рейндж-ровер, за 70 тысяч долларов. И мы на эти деньги купили обладательное, которое привезли сегодня в Мариуполь. Но интереснее и другие обстоятельства. Выяснилось, что моя машина, рейндж-ровер, которую я продал, она в Мариуполе. Продолжение следует...